Сегодня в Гомеле прошли врачистости примеркованные до дня яднания народов Беларуси и России. Гомельчане и гости из Бранской в области собрались в областным драматичным театры. Об коронях, которые связывают наши народы, у тем лику же хоров Гомельской и Бранской областей, можно мерковать по выставе, которую разгорнули в фойе областного драмтеатра. Традиционные народные костюмы хоть и мают в пыльной адрозине, но и подобных элементов на их шмат. Даже в некоторых везках Браншины и Сёня можно пачуть такие беларусские слова, як хата, абуток, тикарагод. Кали казаць об культурных сувязях двух регионов, яны у вогуля вяликие. Только в минулом годзе россияне проезжали на Гомельчан для удела у таких фестивалях, як дажинки, день беларусского письменства Клиш-Палесе. А про чатагу наши народы звязывая гульная история, у тем лику перемога в Великой Ачинной войне. Якой ценой досталась я на нашим народам свешить шматликие помники у тем лику беларусская хатыни, российская хатсунь, везки, спаленные нацистскими захопниками. Али на Гомельшине и Браншине сегодня не только памятують, али активно супрацовнишують. Далеко за межами Бранской в области зараз ведомое суместное предприемство «Брансксельмаш». За основанием якого заявляется Гомельский завод сельскохосподарчика машинобудавания. Партнерские совязи с российскими регионами развивают беларусские металлургичные и гомельские химичные заводы, предприемства «Гомельшкло» мясной и молочной промысловости. У мая этого года Бранская в область мая намер знов принять уделу работе Гомельского экономичного форума, где презентуя свой экспортный и импортный потенциал. Головная мета усебакового супрацовництва – повышение узровню життя народов и взаимовыгодная интеграция во усих сферах, включающая экономику. «Нам удалось за прошлый год, несмотря на все экономические сложности, увеличить внешний торговый оборот на 14% в целом с Белоруссией. А если говорить о Гомельской области, то это наш стратегический партнер в плане взаимоотношений в экономике в первую очередь. Доля товарооборота в общем объеме Гомельской области достигает 35 с лишним процентов. И я с удовольствием могу констатировать, что процесс, скажем, динамического развития, он будет продолжаться и в этом году, потому что уже по первому кварталу мы увеличили товарооборот в 3,6 раза, в том числе как экспорт, так и импорт. Есть намерение создать туристические кластеры совместные и развиваем взаимопартнерские отношения в культуре, в науке, в обмене молодежными движениями и их инициативами».